Так, сейчас с моего телефона идёт подсоединение, вроде бы интернет подключился. Ребятки-турчатки, но мы ещё не отурчанились, я бы сказала, не, мы пока держимся. Аня быстрее меня отуречивается. Ну, мне просто интересно учить турецкий язык, и ещё более интересно его применять, там, когда приходишь на рынок, там, что-нибудь сказать по-турецки. Вот, поэтому это классно, когда какой-то язык учишь, и сразу вот вышел из дома, тебе практика, пожалуйста. Да, турки радуются, когда им что-то на турецком отвечают. Да, они так сияют, улыбаются им. Это вообще, кстати, нормально, когда приходишь на рынок и говоришь сразу на трёх языках. Привет, Катя. Привет, привет. Давай, подключайся и уже по плану расскажем. Да-да-да. У меня вот... Телефон, как всегда. Да, что ты куда-то жмёшь, я не понимаю, миллион кнопок сразу. Всё, нашла. Не так часто мы делаем прямые эфиры, что я запомнила, где они находятся в инстаграме. Всё, нажимай. Так. Ладно, сейчас он подсоединится. Всё, наконец-то видно всё. Тебя видно меня. Ура! Я в прямом эфире тоже со своего телефона. Давай по плану. Итак, по своему... Кто-то в мамоне присоединилась. Мамоне, привет. Здравствуйте. Мы, как всегда, не просто так вот сели вещать. Мы подготовили план. Аня подготовила план, как обычно. Итак, сегодня мы осветим такие темы, как зима в Турции и как мы её пережили. Самый холодный месяц – январь, да. Да, потом расскажем о повышении цен в Турции с Нового года. Цены повысились на продукты. Кошмар. Ну, не кошмар, но повысились. Так резко повысились, сильно прям. Подожди, я коротко обо всех темах расскажу. Потом мы расскажем про то, как у нас, наконец, приняли все документы, что мы подавали на вид на жительство на один год. И также расскажем о поисках работы, о нашем небольшом шопинге, который мы сделали перед моим днём рождения. А не на день рождения, да, шопинг. Да, ну и немножко про мой день рождения, как мы его провели. 29 января оно было. Ну так, поехали. Зима в Турции. Самый холодный месяц здесь, как мы поняли, это январь, потому что мы приехали в начале декабря, и мы отдыхали там в Сиде немного, там была жара, там до 25 иногда погода поднималась, температура. Вот. Потом мы приехали в Аланью, здесь в конце декабря тоже, в принципе, было ещё... Ещё теплее, чем всегда. Довольно, да, тепло, даже особенно мы заметили по вечерам, как здесь тепло. А потом начался январь. Даже нет, это после Нового года ещё нормально первые 10 дней, а потом уже, да, ночью, ну под утро где-то плюс 4 было, ну на улице, плюс 4 у нас на 10 градусов больше в комнате. И утром где-то, кто первый просыпался, тот включал кондиционер. Но вообще, в целом, за весь январь мы включали кондиционер 5 раз. Я подсчитывал. Не забывай смотреть мою камеру тоже. Я подсчитывал. 5 раз мы включали кондиционер, и работал он, ну, где-то 2-3 часа. Вот 5 дней, по 2-3 часа за весь январь. Вот. И больше мы его включать не будем. Ну, смысла нет уже включать. Уже тепло. Уже весна начинается. Мы прогреваем дом тем, что просто, когда день, мы открываем балкон, открываем все окна, и теплота с улицы поступает в наш дом таким образом. Да. Да, и, кстати, по поводу квартиры, да, у нас за электричество вышло 127, за январь 127 лир. Это, ну, по курсу 1300 рублей сейчас. И больше мы ни за что не платим. То есть, ну, за аренду и вот за электричество. Да, вода у нас включена, нам повезло. Всё, интернет, да, включена. Вот, ну, я думаю, что в феврале, вот как уже сейчас погода, кстати, вот с 1 февраля началась такая теплота, там плюс 20, и вот эти дни солнечные продолжаются. Я думаю, что кондиционер мы уже не будем включать до наступления жары. Да, у нас за февраль цель, цель такая за февраль, чтобы мы за электричество заплатили не больше 600-700 рублей. Мне кажется, это случится, когда мы перестанем жить дома и начнём работать. Да, не, кстати, вот в декабре мы заплатили сколько? 900, около 900 рублей. Ну, потому что мы жили здесь половину декабря, поэтому, да, было меньше. Вот. И ещё из-за того, что у нас плита электрическая, поэтому энергопотребление, оно высокое. Да, основное энергопотребление от кондиционера первое. Второе – это электрическая плита, потому что готовим дом каждый день. Вот. И третье – это водонагреватель, да. Водонагреватель в ванной. В душевой, да. Вот. Потому что на кухне вода, она вот, когда есть солнечные дни, на кухне есть горячая вода. Когда нету солнечных дней, на кухне идёт холодная вода. Но сейчас уже почти всегда тёплая. Да. Ну, давай расскажем... О, у меня завершён. Расскажем о повышении цен с Нового года. Сейчас я сделаю себе. Вот, с первого января мы заметили, что как-то стали цены чуть-чуть расти. Сначала мы это заметили... Так, почему закончилось? Не знаю. Так, так, так. Может быть, интернет. Вот, у меня отключилось что-то, наверное, интернет. Отключился, бывает. Интернет здесь не супер, конечно. Но бывает такое. Сейчас немножко подождём, когда всё подключится. Да, сейчас у меня тоже, как всегда, проблемы. Так. Сейчас я перезапущу свой... Потому что там, вот как всегда, вот, когда люди приходят смотреть прямые эфиры, так всегда что-нибудь разъединяется. Я думаю, что-то с интернетом, потому что... Ну да, возможно. Всё, сейчас я быстренько тоже переподключусь. Следующая тема у нас будет про повышение цен с Нового года. Какие мы заметили и как это ощутили на себе. Вот, сейчас у меня она будет подключаться. Вообще, первое, на что мы обратили внимание, это когда мы пошли платить пошлину за вид на жительство. И узнали, что она подорожала, ну, примерно на 150 рублей на человека. Это касается именно выпуск самой карточки виды на жительство. Вот. И она стоила до этого 110 лир, сейчас она стоит 125 турецких лир, вот, с Нового года. И также вот мы заметили, что молоко подорожало. Молочные продукты подорожали в магазине с Нового года. Какие? Вот сыры, молоко... Молоко стоило 4,75 лиры, это 47,5 рублей. Стало стоить 5,25, 52 рубля, вот, да? Ну, примерно... Да, 52. На 5 рублей молоко подорожало. Ну, что-то на 10 рублей, что-то на 15 рублей подорожало. Мясные продукты тоже немножко подорожали, рублей там на 15-20. Вот. Но мы читали в новостях, что президент Турции обещал снижение цен. Ну, посмотрим, насколько он окажется. Мам, это у тебя связь, это не очень там, наверное, на даче. У нас здесь все вроде бы ловит нормально. Да, как нас слышно, как нас видно. Мы тут рассказываем о повышении цен в Турции. Да, с января цены стали повышаться на все продукты. Про цены, про недвижимость не будем говорить. Ну, они тоже растут здесь стремительно довольно-таки. Я имею в виду и на продажу, то есть на покупку квартир и на аренду. Но, как бы, когда мы арендовали уже на год, у нас цена зафиксирована, у нас выше цена не станет за аренду. А так вообще из-за того, что спрос большой, очень много русских здесь спрос есть, поэтому цены на недвижимость, они растут. Ну, от 38 тысяч долларов новые квартиры, 1 плюс 1, это спальня плюс гостиная, кухня площадью от 45-50 квадратных метров стоит. Да, у нас еще такая... От 38-40 тысяч евро, вот так вот. У нас возникла такая идея тут, потому что очень много на каждом шагу вот агентств по недвижимости, и все, ну, многие предлагают бесплатную такую, как сказать, экскурсию по объектам недвижимости, поездить, посмотреть, что у них строится, что они предлагают. Такой тур, он бесплатный, даже там, если ты не покупаешь у них квартиру, поэтому мы думаем, как-нибудь мы возьмем камеру и поснимаем вообще, что они предлагают, какие цены. Я думаю, это актуальная тема, и многим будет тоже интересно посмотреть недвижимость в Турции. И, кстати, если не отходить от темы про недвижимость, вот на наших глазах, прямо в Аланье, снесли несколько домов. Три дома снесли. Три дома снесли, вот мы прямо над видали. Сначала там что делают? Сначала там стекла вытаскивают, ну, ладно, не будем углубляться в процесс. Все проводку вытаскивают, да, потом сносят. Дома сносят очень быстро. Вот мы идем по улице как-то и смотрим, тут же вот что-то было, ну, какой-то был желтый дом, точно. Потом смотрим, все уже снесли и начинают строительство нового здания там или отеля. Поэтому, да, все очень так стремительно здесь изменяется, прямо на глазах, особенно в зимний период. Вот сегодня тоже гуляли по городу многие, там, отели, там, ну, видно, что реставрируются, готовятся к сезону, там, ремонт делают, турагентство тоже здесь. Ну, готовятся к сезону, действительно, что-то улучшают. Звука нет, у нас нету звука. Все это время у нас не был звука. Ну, как так? Нету. Написали бы, у меня был звук. Ну, да. У меня отключается, второй раз это отключилось почему-то, ну, не знаю, ладно. Так, ну, про повышение цен в общих чертах рассказали. Да, немножко цены выросли, но надеемся, что они снизятся. Но все равно они выросли не так, как в России, так что здесь все равно лучше. Все равно здесь выгоднее йогурт, 2,5 килограмма йогурта только что купили за 140 рублей. 2,5 килограмма йогурта. 1,5 процента жирности, 4 грамма йогурта. Давай выключи своего тренера. Подожди, сейчас. Следующая тема мы хотели про оформление ВНЖ рассказать. Вообще, большое видео Аня почти записала уже про то, какие документы надо собрать, все, какие там цены. Вот Рома говорит, что у меня звука нет. У всех остальных есть звук? О, все, отлично. Вообще, я готовлю видео про вид на жительство. Он будет очень подробный, детальный. Каждый документик там я пропишу, что необходимо для того, чтобы оформить туристический вид на жительство в Турции сроком на 1 год. Через недельку выложим, наверное. Да, на основании аренды жилья. То есть тут есть разные основания. Ну вот по аренде жилья, мне кажется, он самый простой. Да все так делают, да, кто не покупает жилье. И тут как бы так же можно продлевать вид на жительство. То есть вот год пожил там, потом срок заканчивается, можно его продлить еще на год. Да уж, привет из серой Самары, точно. И самое главное, что так же вид на жительство... Вот ты меня сбил, зачем ты вот вообще... Да я от людям отвечаю. Со своим негативом людям отвечаю. Короче, вид на жительство здесь делать просто. Не надо переплачивать никаким агентам. Здесь очень много агентов, которые вот занимаются этим. Не надо переплачивать нотариусам за ненужные там документы, потому что все хотят нагреться на незнающих туристах, которые вот первый раз оформляют ВНЖ, не знают, какие документы нужны. Они там вам готовы чуть ли не каждую страницу паспорта заверить. Это абсолютно ни к чему. И вот нам, к счастью, попался очень хороший нотариус, который нам рассказал и помог нам сэкономить даже на оформлении наших документов. Поэтому, я думаю, через 2-3 дня я выложу это видео. И для тех, кто собирается здесь оформить вид на жительство, это будет очень полезно. Да, кстати, там у нас как раз русскоязычный есть нотариус, да, там тетенька, она очень хорошо так рассказала, все помогла и вообще не тратились лишний раз. И вот также про ИННН, если кому-то вот пригодится, но это по-любому пригодится делать здесь налоговый, как называется, номер, да, индивидуальный налоговый номер ИННН в Турции. То есть сейчас его можно сделать даже онлайн, не надо там стоять налоговый, там ждать очередей, я его за 15 минут вот к нам оформила дома на сайте. Это я тоже все расскажу в новом видео об оформлении вида на жительство. И, кстати говоря, вот когда вид на жительство получаете, все, вы здесь уже наделены правами гражданина, вы здесь можете вот все, что можно местным жителям и также беспрепятственно в любое время вы можете вылетать за пределы Турции, насколько вам времени необходимо. Вот. Дальше про поиск работы. Давай расскажи что-нибудь. Что рассказать? Поиск работы. Да, не все так хорошо на самом деле. Ну что же у меня с этим? Давай ты рассказывай. Поиск работы. Вообще его можно, знаете, даже начинать вот в конце октября, начале ноября в Турции уже пора искать работу на сезон. Ну вот это касается особенно вот вообще мы тоже планируем вот видео сделать для тех, кто ни разу не работал за границей, но хочет начать работать, жить за границей. Самый простой способ, ребята, это устроиться гидом, потому что тут компания вас полностью берет вот в свои руки и, в принципе, вам и жилье предоставляют, там некоторые компании даже питание предоставляют, визовая поддержка. То есть, если вы хотите попробовать пожить за границей, поработать за границей, вот лучший вариант это начать с трансферного гида. Это, так скажем, самые низы у вас. Нет, я имею в виду в плане от туроператоров работы. Трансферные гиды, дальше там вы можете уже повышение получить, там, да, шоп гидов, которые вот продают что-то, вот, дальше там экскурсионный гид, хотя многие гиды трансферные, они же и экскурсионные, поэтому вы не просто ездите, там, из аэропорта в отель, вы там еще и развлекаете на экскурсиях немножко с туристами. Зарплата у гидов трансферных от 500 до 700 долларов. Ну, примерно, да, такой диапазон 500-700 долларов, ну, 700, это я много сказала. Нет, 700 до 700, плюс жилье предоставляют, вот, ну, и там 100 долларов на питание, оно входит, это оплата уже входит. Вот, то есть, ну, от 500 до 700 долларов. Вот это вот самый простой путь найти работу, вот, вообще, ну, в любой стране, где есть туроператоры. Да, кстати, да, сейчас многие отели, большие крупные сети набирают тоже персонал, аниматоров, диджеев, спортивных тренеров, групповых программ. Зарплата такие же от 500 до 800 долларов. Да, примерно так, но... График работы 6 через 1. Да, нужно быть готовым, что если вот, особенно когда пик сезона, здесь вот, ну, 6 дней в неделю придется работать, иногда даже 7 дней в неделю, когда вот, ну, большая загрузка. Вот, но все зависит, мне кажется, от отношения к своей работе, если ты получаешь удовольствие от такой работы, это не в напряг, наверное. Да, ну, и надо учитывать, что отели предоставляют жилье и питание, то есть, тебя кормят полностью, всем обеспечивают, ты свою зарплату, там, эти 600-700 долларов можешь откладывать спокойно и все, и не тратить. Да, но это при условии, если ты работаешь аниматором, там, в отеле или, там, диджеем, да, но если ты работаешь, там, гидом, то не все туроператоры предоставляют питание, но жилье все предоставляют. Ну, я сказал, они по 100, доплату делают по 100 долларов на питание. По крайней мере, в Турции так. Вот, ну, чтобы более подробно, как бы, не голословно говорить, да, мы можем перечислить самых, там, топ 5-6 туроператоров по Турции, вы можете зайти к ним на сайт, в раздел вакансии и найти там почту и форму, анкету, которую нужно заполнить на конкретную должность. Вы знаете, очень многих даже берут без опыта абсолютно. Да, всех без опыта, всех подряд они берут на самом деле. Если хотите, вы ехали, все. Да, да, итак, это туроператоры Анекс, самый популярный в Турции, Туи, Пегас, Адеон, Тревел, это, он включает всегда Санмар и Коралл, но, насколько я знаю, у них нет прямых вакансий на сайте, они всегда через посредников работают, то есть через агентства, которые набирают. Интурист тоже набирают сейчас. Ну, интурист он сейчас в Анекс, как бы, вошел в состав Анекса, вот, и тест-тур, да, вот, начиная вот уже, даже сейчас, декабрь, январь, февраль, до набора идут, то есть иногда даже в пик сезона набирают, в мае, июне, когда людей не хватает, то есть, ну, никогда не поздно. Лучше отправить свою анкету заранее и потом ожидать, когда у нас три камеры. И, так, ну, это относительно работы, вот, знаю очень, ну, многих блогеров в Инстаграме, кто вот живет в Аланье, в соседних курортах, приезжают, учат турецкий и устраиваются в офис работы там по недвижимости, в офисе недвижимости, то есть сдают недвижимость, продают недвижимость. Ну, поднимаются так потихоньку и хорошо живут здесь, вот, риэлтор, да, это всегда хорошая профессия, актуальна, мне кажется. Про шопинг расскажи. Да, потом про работу рассказали, шопинг, вот, перед моим днем рождением я очень хотела на шопинг, вот, и мы поехали, ну, тут в Аланье самое популярное, это торговый центр Аланьо. Он самый большой. Ну, он самый большой, да, и вокруг него тоже есть, там, различные бутички, там, наподобие... Бутички. Де-факто, вот, он у нас тоже есть в Самаре, вот, ну, в общем, цены адекватные, и шопинг здесь реально выгоднее, чем, вот, ну, например, где там в Самаре, в торговых центрах. На местные, на местные товары, которые произведены здесь, даже брендовые, цены очень хорошие, очень низкие, а на товары, которые там привезены, как у нас в России, я, тоже, мы сделаем видео большое для Ютуба, ну, как большое, ну, на 10, может, 15, мы снимали в этих торговых центрах, покажем некоторые цены, там, некоторые товары, которые есть, вот, все это подробнее будет, там, на Ютубе. Ну, вообще, эту, как бы сказать, ну, такие выгодные цены можно объяснить тем, что здесь, вот, что они продают, они здесь и отшивают в Турции, то есть, там, в Стамбуле в основном все производства, и очень хорошие даже, вот, акции, скидки были, вот, в торговом центре Alanium, там, например, такая брендовая рубашка, там, она стоила, там, около 4 тысяч, мы ее взяли, там, за 1300, то есть, ну, очень хорошие скидки тоже, вот, и, напротив, Alanium есть Outlet, он называется Niva, или Niva, у них есть несколько филиалов, вот, по-моему, в Саларе, да? Да, 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 несколько по всему региону. В Валаре, да, то есть, у них несколько филиалов, вот, этот Outlet, он, ну, мне очень понравился, я там купила вот эту толстовку, я ее теперь очень люблю, вот, в общем, много брендовых вещей, и относительно они вообще недорого там стоят. Вот, вот, про шопинг рассказали, ну, и напоследок, что расскажем, про мой день рождения, как мы его отметили, Денис мне купил такой вкусный торт в пекарне, ну, что ты загрустил-то? Ну, я кушаю тебя, да, давай. В общем, у меня вообще была мечта на день рождения, чтобы у меня были свечи на торте, чтобы я могла загадать желание их задуть, вот, и Денис подготовился очень к моему дню рождения, он купил просто обалденнейший, большущий шоколадный торт, вот, внутри там были ягоды различные, клубника. Ну, все видели, да, его на фотках? Да, конечно, у меня сто пятьсот фотографий с этим тортом. В общем, это бомба. Шмот возить, да, Ром, шмот возить без проблем. Фабрики находятся в основном все вокруг Стамбула и вокруг Анкары, вот, надо просто на фабрике туда ехать, с ними договариваться, заключать договора и бла-бла-бла, все, и вывозить. Да, вот, кстати, о качестве вещей, вот, Ром как раз упомянул, качество вещей, ну, это вот просто, ну, я не знаю, я рассматриваю тут каждый шовчик, и тут не к чему придраться, действительно, очень хорошее качество вещей. Можно возить орехи, можно на фабрике, там, фисташки возить, выгодно тут закупать мешками по 50-100 килограмм. Да, мы, кстати, думали о таком бизнесе ореховом. Много чего можно придумать, вот, то есть, орехи, одежда, турки, на самом деле, полностью могут себя обеспечить всем, и одеждой, и питанием, тут абсолютно все есть. Да. По хорошим ценам. Вот, ну, все, сказали про день рождения, значит, видео, какие ближайшие у нас видео будут на ютубе, это шопинг, да, недавно, который у нас был, неделю назад. Вот, вид на жительство, я готовлю видео про вид на жительство, вид на жительство, документы и прочее. Вот, что еще, какое видео у нас будет. Я уже подготовил видео, сделаю обзор на камеру, на которой мы все это снимаем, я 4 года ей пользуюсь, все-все-все видео я снимаю только на эту камеру за 4 года, и она в идеальном состоянии все снимает, я тоже скоро выложу этот обзор. Вот, и... И у Дениса крякнул прямой эфир. Тут у меня поступил вопрос. Если я слесарь, я хочу жить и работать в Турции, обычная работа доступна простому человеку, не связанная с туризмом. Здесь будет сложнее с этим, почему, объясню. Потому что вообще в любой стране, когда принимают какого-то иностранца на работу, расскажи вот про это подробнее, я знаю, что там... На одного иностранца должно в организации 5 турок работать, и поэтому очень сложно устроить какую-то обычную работу. Да, обычная работа чем сложна, потому что за иностранца тут должны платить большие налоги, ну, налоги на то, что у тебя иностранный сотрудник, вот, и такие простые, простых рабочих здесь очень много, как бы, они и в Турции есть, вот, поэтому... Как в Европе, как везде, здесь, если ты высококвалифицированный, то ты найдешь работу. Да, проще всего в Турции. Если ты обычный какой-то сотрудник, ну, там, обычного слеса, да, то, блин, иди в Турции, не парься, учись продавать, вот, учись продавать, вот, учись продавать, потом подучишь турецкий, пойдешь риэлтором работать, там, хорошие деньги зарабатываешь. Самые здесь такие хорошие варианты работы, это, вот, в сфере продаж, там, вот, в туризме, продажи, недвижимости. Продажи, туризм, да, и, как бы, и все. Это гораздо лучшее деньги здесь будут, чем, ну, а простым наемным рабочим здесь, ну, не просто. Хочешь работать... С лесарем. Да, с лесарем, или... Ну, это надо турецкий знать. На производстве каком-то, на производстве. Езжай в Польшу, там хорошие зарплаты, ну, как хорошие зарплаты. В Европу, да. Чуть-чуть повыше, чем здесь. Там, 700-800 долларов где-то платят. Да, вон, на конвейере стой и зарабатывай по 10 часов в день. Можно в Польше работать, потом в Германию перебраться. У нас была такая идея, кстати, в Польше работать, когда вот это был сложный период ковида. Нам три приглашения прислали, но мы не поехали туда. Ну, мы что-то не поехали, ну, ладно. Вот, а так здесь, все-таки, вся работа, она в туризме, на туризме завязана. Да, ребят, если есть какие-то вопросы, вот, вы их задавайте, придумывайте, потому что мы уже понемногу подходим к концу. Мы все темы осветили, которые у нас были. Вот, видео мы готовим, это, ты как раз начинал говорить про ВНЖ готовим видео, про шоппинг немножко тоже будет видео. И, возможно, там по недвижимости тоже, вот, нам нужно сходить в агентство, они нас повозят по соседним курортам посмотреть объекты. Вот, мы как-нибудь соберемся, съездим, и вот такое видео, оно тоже как идея у нас есть. Да, может, еще что-то придумаем, пока не знаю. И если у вас какие-то есть вопросы, конечно, задавайте, мы всегда рады поделиться опытом, какими-то лайфхаками. Вот, пока кто-то вопрос придумает, расскажу про вчерашнее разочарование. Мы пошли на рынок, увидели арбузы, ну, вообще, мы их не первый раз здесь видим. Ну, думаю, ну, ладно, возьмем, там один арбуз, ну, он такой вот, такого вот примерно размера, он стоил 50 рублей. Ну, думаю, ну, чего не взять. В общем, мы его взяли, а там он, кстати, даже был, ну, у них такой разрезанный, он розового цвета, я думаю, ну, точно сладкий. Мы приходим домой, я его разрезаю, а внутри просто каша. И такое ощущение, да, что эти арбузы как будто заморозили, а потом продают. Ну, в общем, они внутри, ну, вот, прямо они хуже, чем переспевшие. Вот мы очень расстроились, но тогда уже рынок переставал, там, ну, к вечеру работать они все расходятся, и мы, ну, в общем, мы не пошли возвращать этот арбуз, мы его сегодня выкинули. Ну, в общем, ждем сезона, когда появится. А, Ира, не в сезон, не в сезон. Смотри, Ира, когда здесь закончится сезон, можно уехать в Азию работать, ну, когда все откроется, в Азию работать, и там сезон поработать. Там закончился сезон, уехать опять сюда, можно вообще без остановки работать. Не, можно даже не заморачивать, вот тут вот сезон отработать, в принципе, когда ты работаешь, ты тут особо, ну, ни на что не тратишь. Да. Тебе предоставляют, некоторые питания предоставляют И потом вот эти вот накопленные деньги Ну каждый месяц можно тысяч по 25-30 откладывать Потом спокойно жить зимой на эти деньги Да не по 25, а побольше По 35-40 Да, еще вот такой лайфхак Можно не в сезон снять квартиру А потом, ну когда работаешь Тебе предоставляют жилье Эту квартиру сдавать В сезон это будет очень Как же мы и собираемся делать, да? Ну да Вот мы собираемся так сделать Но это тоже очень хорошая выручка Когда ты не в сезон взял квартиру Все, цену зафиксировал А потом уже в сезон там накручиваешь Сдаешь ее И вот тебе по себе не доход Аренда, смотри Ром Аренда от 600 рублей сейчас стоит Ну сколько там 9 долларов 8-9 долларов стоит аренда минимум Машины там 600 рублей Да, по нашему 650 Вот это сейчас не в сезон В сезон будет побольше Ну в сезон ты знаешь, наверное Скутеры Я спрашиваю, сколько стоит аренда На месяц аренда скутера Стоит 15 тысяч в рублях На месяц? Да, на месяц А, нормально вроде Да Вот Ну в общем Спасибо, что вы пришли К нам сегодня Задавали вопросы Тебя не видно? Да, ну если что Да, вы можете в любое время Суток писать нам эти вопросы Тоже и мы Следующий наш прямой эфир Будет, наверное, уже 3-го марта Да, потому что мы каждый месяц 3-го числа делаем эфиры Это как раз таки Да, вот 3-го декабря мы прилетели в Турцию Вот Сегодня уже ровно 2 месяца Как мы здесь живем Да, следующий прямой эфир 3-го марта Вот Так что следите Да Пока-пока Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok